Музыка Вот так вот можно ездить в автобусе с замотанными бигудями головой. Нормально. Что-то тут строят. Вчера не съездила на юбилейный рынок, в аптеку, так что сегодня выехала. Сегодня хорошо, не жарко. Ну вот, доехала я до рынка. Сейчас выхожу из маршрутки, стоят две бабулечки, постарше меня, ну лет, наверное, около семидесяти. Ну и разговаривают. Одна говорит, вот я сегодня в интернете с утра читала. Меня это так радует. Так. Прогресс до Черноморска докатился. Сейчас зайду в свой отдельчик, в любимый. Один он тут такой с фурнитуркой. Камушков жалко нет. Да, можно, пожалуйста. Я у тебя там сейчас садилась. Вот он, Золушка. Ну что, зашла в Золушку. Бархатных лент, конечно, нет. Но есть такие, сантиметр в ширину. Купила какие-то другие. Попробую. Выбор, конечно, у них. Очень бедный. И дорого. Ну, фурнитура, хочу сказать, она по всей России. Дорогая очень. С Алиэкспрессом не сравнить. Ну, что поделаешь. Купила свои таблетки. Сейчас пойду зайду в пуд. И не знаю уже, пойду я дальше или нет. Ну, там посмотрим. Вот видите, магазин только открылся в прошлом году. Уже продаётся. Ну, если уж в Москве, вон, Любаша Саранча показывает пустые торговые центры. То, что тут-то говорить. Вот ещё построили. Не знаю, что тут будет. Ну, вот, мои дорогие. А теперь мы поедем по новой дороге. Не зря я снимала, писала, скандалила. Бабулечки, как возмущались у меня на видео. Говорили, их бы голым задом по этим ямам протащить. Ну, наконец-то хоть что-то делается. То ладно. Ну, вот, это единственное, что я могла купить из фурнитуры. Ни шапочек нужных мне, ничего. Так, и вот купила я эту ленту. А не будет ли она скользить по волосам? Ободок. Ну, ладно, я попробую, одну сделаю. Посмотрим. Погода сегодня... Так и солнышко не выглянуло. Ой, мои хорошие. Сейчас звонила мне Леночка Михайлова. Подписчица моя. Ну, как... Я не знаю, я так это слово не люблю. Подписчица. Вот я её не видела никогда в жизни. Но мы с ней прям сразу на «ты». Ой, да ты когда, да когда, да это... Я думала, она в Черноморском, а она в Штормовом. Это туда, к Евпатуре. Это ей надо... Она говорит, узнаю, как автобусы, чтобы назад вернуться. Я ей говорю, ты мне позвони только заранее. Вдруг куда меня унесёт? Ой, прям очень прям хочется увидеть. Поболтать, посидеть прям. Ой. Ну, приедет, я её тогда поснимаю, вам покажу. Вот такие моменты. Я люблю. Прям вот радость какая-то. Вот да, вот вроде бы вот подумать, да, чужой человек ни разу не видела. А я прям радуюсь не могу. Да. Да, вот странно, как в жизни бывает. Чужие люди роднее родных бывают. Я говорю, у меня вон Любаша Саранча сегодня утром звонила. Ой, переживает. Я говорю, да не переживает. И всё, уже мы решили, что не полечу, чтобы посидеть за столом, платить такие деньги на самолёт. Туда-обратно. Ну, это, ну что это? Зачем? Маришка приедет, мы и тут посидим. А там у неё будет фотограф профессиональный, поснимают. Я всех увижу, кого я не видела. Всё нормально. Так что вот так. Приятность сегодня у меня такая. Ну, очень прям приятно. Вот правда, вот, ну приятно не могу. Ну вот, и солнышко вышло после обеда. Ну, и так-то оно прям тепло, хорошо. Ну, просто солнышка не было, как-то пасмурно. Вот. А я порадовалась. Порадовалась, порадовалась. Думаю, надо покушать чего-то. Чего-то с утра не ела ничего. А поела и мои золотые... Меня просто развезло. Хочу спать. Ну, я сегодня и не спала практически ночью-то. Если я уж пол шестого видео сняла. Уж чего там говорить-то. Вот. Так что дела я уже кое-какие сделала с утра. А остальные подождут. Время час дня. Пойду-ка я сейчас посплю. Сейчас пару часиков, потом встанешь хоть с нормальной головой. А то, ну, просто чего-то села. Хотела серьги переделать, а у меня всё из рук валится и глаза закрываются. Ой, а бабочки летают. Прямо хоть это, за столом засыпай. Но это тоже не дело, правда ведь? Чего себя мучить? Ну, как говорится, у меня внуков нет. Следить за кем-то, кормить кого-то, чего-то не надо сейчас. Поэтому я могу со спокойной совестью пойти и завалиться поспать. Ой, как вспомню, по молодости лет, ещё вот когда беременная, сидишь там на работе, да? И думаешь, сейчас прям сознание потеряю, усну, как спать хочется. А надо работать. А сейчас, вот чем хороша пенсия. Захотел спать, пошёл спать. Не хочется спать ночью. Встала, сиди, ковыряйся, или... Ну, я не очень при искусственном свете, я и так-то не вижу ни хрена. Ну, сиди, смотри что-нибудь в интернете там. Не знаю там. Видео, передачи, фильмы. Что хочешь, то и делай. Ещё бы платили пенсию, как в Европе, по тысячу евро. Было бы вообще замечательно. Но кто ж нам даст? Вот, да, вот русские люди. Мы какие-то ненормальные. Чего смеюсь? Чего смешного-то? Живём как... Нищеброды. А может, это и хорошо, что мы посмеяться можем над этим. Так вообще бы жизни не было бы никакой. Правда? Да. Не в деньгах счастье, конечно. Но они, скорее всего, инструмент для получения счастья. Ой, у меня тут бабочки, я не успеваю за ними камеру повернуть. Четыре штуки. Носится как сумасшедший. Так что вот так вот. Пойду-ка я спать, мои золотые. Пока-пока.